привете к не спящую все остальные любители используют автосейвы как вы можете видеть игра использует автосейвы куча текста о том что контент одержит контент геймпад не геймпад 1 это слои страха уже не дымка и от боббинг ненавижу брать нахрен никогда используйте хит боббинг кет боббинг это полнейшая к в нищем в остальном все окей асепт для графоний но сначала вот это итальяно-польский португальский вон безопасный режим враги не могут вас убить прицелы отметки взаимодействия бла-бла-бла это мне все надо фонарик в клубы клуб геймпад реально не отвечает что перепустить надо я думала в прошлый раз я помню все было ок с при подкручу может быть здесь все будет лук слайк на ну ну и ладно подумаешь что же не беда влаживание понятно графоний так фулскрин бла-бла-бла вертикал очка 120 хорошо все оставляем трассировка у нас не работает что-то сэр супер разрешение времени в колонахи вообще не нужно есть сэр там по-моему есть какой-то утра да нет никакого утра нет ну и отлично размытие не надо не люблю размытие все возможности кащение головой выкал управление не работает тут что-то не настраивается все жалко жалко придется использовать эмуляцию геймпада но это не чает сейчас 2 секунды буквально занят встань ты гнида все все новый сюжет у меня было все ну вот наш я все еще не верен на шашку какую круто играешь но я вернулась мне кажется мы здесь монстры а не нет вот хрена сень который живет тачпад заработал прикольно эх вместе нельзя чё так громко ничего игру перекрикиваешь окно завешено значит почему окно в том что внизу нет ножек мольберта избрал то что мое он сама с собой разговаривал 10 лет назад 10 лет тому назад история писательницы глава 1 чувствую я читать здесь придется много а мне этого так не хватает давненько я ничего не читал но вроде все норм что это это зум как взаимодействовать а а it made me think of your poem congratulations понятно что написано эх эх нет даты никогда не зови его по настоящему имени а кого не звать что чё это почему у меня такое ощущение как будто демки графика отличается сейчас вообще разительно то есть вот эээ даже если у кого-то есть возможность просто посмотрите это та же самая комната что в демке но графоний здесь абсолютно какой-то не такой или мне кажется но по-моему чё-то не так может мне конечно кажется всё равно эээ видимо сюда мне не надо у меня нет у меня есть ноги аллоу кого нет ну ладно нет так нет подумаешь так 300 метров за 6 минут мээ пойдёт я умею бегать наверное это плюс что-то упало вам хоть что-нибудь видно вообще почки какие-то ну плюс-минус да пойдёт мартис о я в курсе но с ними ничего не поделать они на этом острове всегда водились так что я так что оставим-ка их в покое нам же лучше будет я в курсе о существовании крыс но ничего с этим не поделать они существуют здесь с момента появления острова они на этом острове были всегда столько же времени сколько он существует так будет лучше вернее лучше будет оставить их в покое ну что-то такси перевод конечно ладно сойдёт и так подумаешь какой интересный у них генераторы прям бункер какой-то погнали ну бегаю я конечно со скоростью мертвой черепахи то есть примерно никак вот я иду пешком вот я бегу чувствуете разницу умышка здравствуй неразборчиво ещё раз поздравляем ещё раз поздравляем с тем что слишком громко и и и и мы не устаем повторять что ваша работа нас поразила и мы рады пригласить вас в нашу обиде и чувствуйте себя как дома весь маяк в вашем распоряжении и мы будем присылать припасы лодкой раз в неделю если что-то потребуется на мя на мяяке новый язык на маяке есть телефон желаемого вдохновения и плодотворной работы дирекция менеджмент почему эта хрень валяется на полу открыто штрафно вообще должен зазвонить телефон но видимо это будет потом мне ещё фонарик должны дать о конкурс для писателей агентство неразборчиво приглашает всех желающих писателей поделиться своими сочинениями о жизни и работе неразборчиво одного из самых таинственных и трагических представителей современного искусства заявки принимаются до неразборчивого победитель получит возможность написать книгу на эту тему уединившись на нашем маяке обустроенном специально для этой цели то есть какая-то фирма на серьезных щах предложила людям такую возможность а вот у нас тут чел сдох ну вы слышали тот мужик который картины рисовал а потом сдох а вот значит напишите о его жизни а вот если нам понравится ваше сочинение а вот если нам понравится ваше сочинение мы сошлём вас на маяк а вот там вы напишите книгу хохохохохохо вот они так что ли думали, или что мама я уже взрослый я могу себе позаботиться сам а ты лучше сосредоточься на себе не терпится бы скорее прочитать книгу люблю себя неразборчиво Любишь меня неразборчиво? Ты, конечно, ошибку совершаешь. Заперто. Ну, что вам надо? Что вы хотите от меня? Алло. Мне сообщили, что вы на маяке. Надеюсь, вы найдете там все необходимое. Оперативника. Да, я здесь. Приятно слышать. Как идет работа? Вы пишете? Что? Послушайте, мисс Неразборчиво. Вам нужно начинать работу как можно скорее. Напомню, что вы подписали контракт. Все сроки были оговорены. Рекомендую не затягивать до свидания. Губай. Губай. Я слышал, что это было для такого разговора. В смысле? Ты что, разговаривать с людьми не в состоянии, что? Тебе звонит работодатель и говорит там С книгой не затягивай. Престижное вознаграждение неожиданно получает неразборчиво. Вообще-то написано престижное Стипендие. Ладно, престижное вознаграждение, черт с ним. Украдено кем-то там. Может, у великих, талантливых Американцев приняли участие в конкурсе агентства. Основной приз – возможность уединиться на маяке и сосредоточиться на работе. Мечта любого писателя. По словам наших источников, в конкурсе приняли участие 428 человек. Победительница вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию. У нее не было ни исследовательского опыта, ни образования, которое помогло бы понять жизнь мертвого художника. Из-под ее пера вышли лишь скандальные хоррор-романы. И что? В смысле не работает? А как мне на маяк-то ходить? Мне же заплатят за то, что я работаю хранителем маяка, или что? Что за дела? О-о-о! Опять заперто. Пошли писать. Есть весло. Да что? Геймпад вибрирует, долбал. Хватит. Каждый шаг вибрирует, собака. Так. Черт. Ой. А то это было? А кто такое? Автофлотилось. Каллицинации, наверное. Алло. А? Че? Духль, не говорите мне, что мне придется как в дамке опять бегать от этой хероты. Потому что я не хочу бегать от этой хероты еще раз. Мне и тот-то раз не понравился. О. Вот так не вибрирует. Ммм. Дверь открылась. Или нет? Нет. Нет, я тут... Тут я был. Может и открылась. Сейчас, конечно. Как... Как... Кто балуется тут картинами? О, красюки, суки, такие. Лух, я вас похерачу потом. Вы меня еще с бункера достали, суки. А что там, что там? Наверное, это картина. Ну, трогай уже быстрее. О, как страшно. О, как страшно. Никакой кошмар. Бежим скорее отсюда. Опа. Раз уж я здесь, можно и позвонить. Действительно. Полярный телефон. Алло. Далеко. Хотя какой телефон? Далеко. Алло. Привет, дорогой. Звоню сказать тебе, что я на месте. Представляешь, мне уже позвонили из агентства и спросили, как идет работа. Бред какой-то. Тебе хоть сумки дали разобрать с дороги? Как вообще маяк? Вдохновляет, пугает? Спуки. Это и другое. Я как раз тут осматривалась. Это определенно что-то с чем-то. Как у тебя дела? Лекарства работают? Помогают, может? А, мой телефон. Измени, волнуйся. Думай о себе и своей работе. Это и другое. Кажется, у нее одежда сломалась в лухте. Наверное, ты прав. Ладно, тогда пора приступать. Пора, сынок. Пока шнурок. В смысле, этот. Сымок. Все, клади. Вот он умер давно. Че ты переживаешь? Ты кому вообще звонишь? Его нет. Смотришь, он не существует. А я читал эту записку или нет? Такое. Какая-то хрень странная. Отстиралку у вас такая, что ли? О, нифига себе. У меня тоже такая была. Я помню, только побольше. Я уже взрослый. Да, это я читал. Точно. Часть первая, брак. Часть вторая, несчастный случай с огнем. Часть третья, разрушение брака. Метафора. Что там? Да, в общем-то, похер. Оп. А тут нас ждет закрытая дверь, да? А, нет. А, нет. Тут нас ждет дверь, куда ходить не надо, пока что. Все равно ничего нет. Какой увлекательный хоррор. И сейчас нам в окно постучаться. Да? Класс-класс. Нет. История художника Дом. Я знаю, каким ты себя ощущаешь. Потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Не знаю, чего когда ты либо желал. Закончи ее. Закончи это. Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника. И они отнюдь его модели. Ля-ля-ля-ля-ля. Где я? Оп. Мое. За хрень. А это намордник для собаки? Прикольно. Это смешно. Это какие-то... Забавно. Какие-то картины у вас тут. Вот две девочки играют в карты на стуле. Наверное, это их мать. Нажиралась в говнину. Или ее... Вот этот вот... Отец ушатал, потому что она в карты проиграла. Что вообще здесь происходит? Он держит в руках какую-то бумажку, по-моему. Может, оригами. Кто поет? Отец. Значит, собрались как-то на маяке. Мертвый художник. Писательница. И певица. Невидимка. Призрачная. О-о-о. Я так понимаю, это надо чем-то затыкать. Сначала какого-то прям анекдота. А нихера тут нет. Superior Old. Бурбон миски. 1789 года. Потрясающе. Порядом, и господин, просто вам вас прекратить донимать наших специалистов по борьбе с вредителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать – порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в вашем доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания, не обнаружили заражение. Единственное, что вам требуется – профилактическая обработка. Понятно. Мужик боролся с выдуманными крысами. Да что за фигня, блин. Поспал, называется, часок. Открытие галереи изумляет критиков. Кто-то считает его новым Краваджо. Другие сравнивают с Вен Эйком. Один восторженный критик, пожелавший остаться неназванным, увидел в его работе дух великого Леонардо. Понятно. Прикармани мой. Картинка. Какой-то лысый бородатый мужик в очках. В очках же, вроде в очках. Какой-то... Не бородатый, не лысый мужик, не в очках. Оставим, пожалуй, здесь. Нас такие фотки не интересуют. Какой интересный интерморт. Насколько я помню, предыдущий Леер Софир... Это вроде как перезапуск или что-то такое. Предыдущий Леер Софир был связан с крысами. Огнем и крысами. Вот зачем мне дают повертеть в руке сраную палитру? Вот нахера? Я думала, что ты опять не будешь спать всю ночь. И приготовил тебе вкусненькое. Знаешь, я готов поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрапывал, как и мы. Я знаю. Знаю, у тебя отвисла челюсть. В общем, прости. Ну, вернее, поспи. Я тебя люблю. Прикарманем. Такие записки мы любим. Краска золотистая розовая. Жженая умбра. Ох, рачиво. А, такое мы тоже любим, да? Ну, хорошее. Подожди. Я начинаю вспоминать эту кухню. Черт, да я ее помню. Это же она самая и есть. Это сраная кухня. Блин, да так и есть. Это же она. Парик. A lot of flavor. Извиняюсь, что-то меня пробило маленько. Под вечер. Тупая дверь. Я люблю закрывать доверие лицом. Это нормальное явление. Ух, как вас тут много. Что тут есть? Достройки. Что тут нет? Ошейник. На нем что-то написано. Хрен разглядишь. Да и ладно. Прости за вчерашнее, ты была права, я переборщил. Просто дело не во мне. Дело в ней. Я стараюсь делать все в ее интересах. Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству. Ну вот, теперь я говорю, как мне отец. Но я буду работать над своим характером. Обещаю, пока... Рим, потом я тебя люблю. О, что это? Часы. Не повертеть, не посмотреть. Ну, ураль. А вот, часы можно в руках подержать. Круто, да? Нет, я не пьяный просто. Еще и кота достала, капец. Четыре пути. Интересно. Че это? Маленькие Винни и партнеры. Проблемы с крысами? Звоните нам и распрощайтесь с ними. А, мы будем против крыс бороться. Окей. Это нам не надо. Че сейчас было? Сделаем вид, что так и должно. Быть. Черт возьми, да? А. Я не помню, чтобы это здесь раньше было. Ой. Да и ладно. Да и пофига, если честно. Вот здесь я еще не был. У нас тут водичка течет. Ничего страшного. Наверное, ничего. О, смотрите, зеркал нет. Я не отражаю зеркали. Опять? Опять я вампир. Что ты будешь делать-то? Эх. Как можно было ошибиться с длиной? О, фиг его. Дернем. Потрясающе. Смыв работает. Слушай, это очень хорошо. Нихерашеньки тут нету. Зато у нас есть целый второй этаж. Я не заходила в мастерскую, как вы и просили. Хотя, представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за этой комнатой, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла я к вам в кабинет. Хорошего дня. Воды. Там заперто. Блин. Дэм. Придется идти. Бэм. Башку об лампочку. Что? Туру. Лэйр Суфир уже доступна в Steam. Если вы вдруг не знали. Красюки. Ну, по крайней мере, это отличается от демки. Но у меня нет фонарика, кстати. Мне его что-то не выдали. В демки вроде выдавали. Ой. Ну, здорово. Нахера я здесь? У вас видно даже лучше, чем у меня. Жесть. Это когда такое было? О, я что-то вижу. А, показалось, да? Да капец. Здесь нельзя без фонарика жить. Хотя я могу увидеть у вас. Через вас. Табель успеваемости. Три, два, один, три. Чего? О, жесть. С, Д, Ф. Это двойка, если что. Почему один-то? Что за бред? Ф это двойка. Эй, пятерка. Вот искусство. Пятерка, пятерка, четверка, пятерка. Чего вам еще надо? Экскьюст фром. Что? Освобожден от физических упражнений. Среднее Д. Так, подождите. ABC. 5, 4, 3. Зи, это два. Е, Ф. Один, ноль вообще. Это, это как вообще? А, мы еще его и забираем. Хорошо. Ладно. Почему бы и нет? Почему бы, почему бы не побродить по какому-то странному дому и не пособирать табель успеваемости? Действительно. А почему нет? Нам же это очень нужно. Ну вы что, никогда табель успеваемости не собирали? Какие-то странные. С кастрюлькой. Все, валим отсюда. Я не хочу по тебе здесь сделать, сталкер. А то еще сейчас какой-нибудь кровообсус высрится. Будет уже не до шуток. Наверное. А я открывал я этот шкаф. Мне осточертел общаться через записки. Мы живем в одном доме, конце-то концов. Как закончишь, как закончишь прийти и поговори со мной до того, как ляжешь спать? Что-то никого нет. О-о-о. Ноты. Блин, опять вспоминать нотную грамоту. Думаю, тебя помнишь тут. А почему... А почему по две? А, на две руки. Бля. Обуха. Жесть. А это нам не нужно. Вот, получай дурацкий рояль. Какой ты... Какой ты быстрый. Дурацкий рояль. Да-а-а. Да-а-а. А тут чего? А, ну, конечно. Конечно, закрыто. Работал всю ночь, не будите. Э, мужик, вставай! Вставай, ёпты. Пора. На улице музыки ночь в опере становится неизбываемой. Потрясающей... Потрясающей новости. Смотри, скрипка. Можно в руках подержать, посмотреть. Красивая. Зачем? Ни хера? Чё это? Ни хера там нет. Пожар во время торжественного открытия галактики. Потрясающе. А, это мы забираем. Духи. Не нужны. Капец. Вот, сравните с амнезией. Там открывающиеся шкафчики были оправданы. Тебе реально надо было открыть каждый шкафчик, потому что там могло что-то лежать. Потому что каждую новую игру предметы рандомятся. И тебе реально надо было открывать каждый сраный шкафчик и искать предметы. А здесь мы зачем это делаем, если мы прекрасно знаем, что нам это не нужно? Прости, не могу заснуть. Нога снова расшаталась. Собрался немного поработать. Люблю. Зачем? Зачем нам дали предметы, которые нельзя собрать? Но можно зато посмотреть в руках, повертеть. Вот как вот это колечко. Колечко. Охренеть, оно крутится, и то не полностью. Невероятно. Это как-то тупо. Здрасте. Я к вам с геймпадом. Сейчас будем все осматривать. Блин, темно у вас тут, конечно. Мой дорогой друг, позволь задать тебе сегодня вопрос. Ты окончательно тронулся? Я знаю, что тебе сейчас непросто. Прекрасно это понимаю. Поэтому я согласился поручить тебе эти иллюстрации. Так сказать, по старой памяти. Прошу, возьми себе на колец в руки. Ладно. Это нам, оказывается, надо. Что-то нам надо, что-то нам не надо. Зачем мы все это собираем? Бред какой-то. О, трубка. Хо-хо-хо-хо-хо. Круто. Положим обратно. Мм. Кажется, я помню эту дурацкую картину. О, пистолет. Ты неправильно его держишь. Эх, даже на себя не направить. Вот отстой. Камин почти догорел. Ключ. Прости, я все уважаю. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Может, обещала? О, можно листать. Иллюстрации. Какие интересные. Прям бабушка один в один. Похоже просто. Десять похоже. Десять бабушек из десяти. Ну, это я все трогал. А у меня есть ключик. Кажется, его надо сюда применить. Мне-то. Вроде сюда. Че? В смысле? А как? Тачпад. На первом этаже, что где-то? Я просто не по... Кто так строит вообще? Там что-то дверь приоткрыта. А как туда попасть? Подождите. О. Фига. Заперто. Мячики катаются. Двери открываются. Нихрена себе детская. Вы че думаете, дети в десять лет вываливаются с кровати? Так. Не, ну, было, конечно, дело. Я и сам с кровати падал. Только не в десять лет, а лет, наверное, в шестнадцать. А то это было в поезде на непристегнутой кровати на верхней полке, но тем не менее. Тише, детка, папа с тобой. Потрясающе. И эту картину я вроде как помню. Жесть. Застряло. Все. Не задвинуться. А здесь нам ничего и не надо больше. Зачем существует эта комната? Почему она такая тупая? Ну, в смысле, планировка. Че-то за бред. Коба! И тут лестница вниз. И тут окно. Чисто перила. Дырка. Надо на смайлик вырезать. А? Не шурши. Не шурши, я сказал. Че она шуршит? Заткнись. Не люблю звук часов. Тут тупое тиканье. Тик-так, тик-так. Хватит. Вибрировать. Ты что? Ты же не вибратор, в конце концов. Ты же гейпад. Видимо, нам сюды. Ммм. Как быстро. Вставляется ключ. О, это же бейс. Это же наша база. Я помню. Понятно. Оба. Оба. Так, это наши эти, трофеи. Поехали. Дергай давай. Нужно закончить картину. Потерянным ты это заслужил, закончи ее. Че? Lost. You deserve. Ишит. Понятно. Ну, давайте кончать. Ее. Сделай на этот раз правильно. Две души такие увлечены. Они такие талантливые, но все равно они решили создать нечто заурядное. Нечто ординарное. Да, уже на семья спокойной жизни. Не отказались от своей любви к искусству и цепляются за эту жизнь как могут. Подглашение. Имеем честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу. Это я забираю. На свадьбу мы сгоняем. Надо же где-то халявно пожрать. Кстати, смотрите. У вас хреново видно, но вот эта лампочка желтая, а вот эта белая. Странно, да? Тут дверь закрывает. Ээээ, кролик. Уважаемые господины и госпожа Неразборчиво. Видимо, так их и зовут. Мы невероятно рады, что вы приняли наше скромное предложение. Мы с коллегой обсудили возможные даты и пришли к выводу, что лучше всего будет открыть выставку Неразборчиво. Можно открыть выставку Неразборчиво? Эээ, Дориан Грей, Оскар Уайлд. Это нам надо, это мы забираем. Ой. Кто окно разбил? Ну, елки-палки, я почитать собирался. Что написано? Просто снаружи что-то там не... Вадир, избери. Не видно в темноте-то, блин. Фонарик не дали. Шабаки. Я не понимаю, чего стоит нарисовать достойную картину. Искусство начинается не с кисти, так же, как семья начинается не со свадьбы. Искусство начинается с холста. Ботинок. Ботинок нам нужен, оказывается. Ладно, эта игра начинает превращаться в какой-то бред. Искусство начинается с ботинка. Ключ нужен. Барт. 165, 145 хер. Мурила. Сейпсом допин. Это латынь. Не буду читать на латыни, а то можно что-нибудь призвать случайно. Хотя и не факт, конечно. О, это шкаф двойной. О, классный шкаф. Надо мой себе такой взаимить. Чисто к соседям ходить. Опять этот мужик. Опять эта комната. Только она теперь не открывается. Только теперь тут заперто. Заперто, заперто. И ни хрена не видно. А можно мне настройки управления посмотреть по-быстрому? Режим бега. А! ЛТ. ЛТ-РТ. У нас нет ни того, ни того. Не, ну кнопки-то есть, только фонарика нет. И здесь заперто. О, как! И что вы мне предлагаете делать? Хе, прикол. Ну че? Ну че? Заперто. Заперто. Очень странно. Ну в смысле, что... Что здесь ни хера нет. Вы же видите, что здесь ни ключей, ничего нет. Стул лежит перевернутый. Блин, у вас... У вас все такое белое, а у меня все такое зеленое здесь. Оказалось. Приседать нельзя. Не, подожди, а как приседать? Присесть. Игрик. Нельзя. Че за... Ладно. Тут больше ничего нет. Может, надо закрыть. Тьф. Наверное, дело в картине. О, точно. А. Понимаю. А. Я уже вернулся обратно. Отлично. Потрясающе. Так. Че тут? Вернись слегка налево. Да, вот так. Прямую эту позу. Мне нужно передать прекрасную форму твою телу. Хе-хе-хе-хе. А мне не нравится. Ну, серьезно. Лежит какая-то полумертвая женщина. Сиськами. Че так криво лежит. И это все, что вы хотели мне показать этим ключом? Серьезно. О, сейчас начнется бегать. Неа, я чувствую. Песочек. В смысле закрыто? Себя открывается. Ого. Понимаю, понимаю. Отчетчики. Какая-то книжка. Блин. Хрен прочитаешь. А, впрочем, какая разница. А думаешь, книжка и книжка. О, вот эта женщина мне нравится немножко больше, кстати. Правда, у нее нос какой-то странный. Ну, взгляд интересный. У вас тут это... Изоление немножко капает. Ну, а я думаю, это нормально. Пшшш. А-а-а. А я собирался сантехнику вызывать. Думаю, что... Олень капает. Нехорошо это. Здорово, мужик. Ты зачем трусы на башку надел? Ты это неправильно носишь. Я написал музыку для всех картин. Сыграю тебе сегодня вечером. Уверен, тебе понравится. Опять этот неразборчиво. Что за семья неразборчива? Одна, блин, на скрипке играет, другой... Картины рисует. И все неразборчиво у них. Чёртовы наркологи. Опять мужик с трусами на голове. Фига. Свет. Назарил мою. Та-ра-ра-ра-ра. А, бочка. Протекла. Какие интересные трёхмерные картины у вас тут. Дёргаем. Нет, прости, давно не писал работы навалом. Должен сказать твоё последнее письмо. Меня, мягко говоря, насторожило. В общем, буду дальше искать. А ты возвращайся к работе. Ладно. Оказывается, это письмо нам тоже нужно. Мы тоже реквизируем. Ты не можешь бороться с ней. Она сломает тебя. Чё это? Я так понимаю, у нас жена немножко это... Не то умерла, не то обозлилась на нас. Чё-то происходит такое странное. Это мужик с трусами. О, лисичка. Здорово, крысюк. Посмотри поближе. Или поищи поближе. Как мотылёк на огонь. О, ни хрена ся лица. Что с ней? Чтоб мы не делали, камина было недостаточно, чтобы обогреть эту комнату. Ну, знаешь, чувак, есть такая штука, как центральное отопление. И теплоизоляция. Но, видимо, это не про вас. Ой. Интересный крысюк. О, не бойся, птичка. Это всего лишь книга. Вот это интересно, кстати. Вот такая картина мне уже больше нравится. Шесть. Девять. Сикс. Найн. Да я угадаю. Четыре. Не так уж и много цифр осталось. Кусок картины. Забираем. Четыре. Надо же. Шесть, девять, четыре. Два. Или он трёхзначный. Наверное, он трёхзначный. А, он трёхзначный. Как? А, всё понял. Шесть, девять, четыре. Ключик. А, чё ключ? Я чё-то... Watch out. Всё нормально, всё хорошо. Услови отличные. Я могу закончить её, точно могу. Не, это нужно ради семьи. Ради семьи? Ради семьи? Или ради себя. Вы же что-то одной. Мужики, у вас бутылка упала. Ну, а, видимо, вам насрать, поэтому мне тоже насрать. Три двести. Нормально так написалось. Бетра, это всего двадцать тысяч. Двадцать шесть тысяч. Двенадцать. А, какой цвет мне выбрать? Мне нравится красный. Горит Испания в огне. Снаружи снег, внутри там нерв. Зелень её глаз, краснота моей краски. У нас тут картина упала, маленьенько. Ой. Вы опять выходите на связь? Нет? Ну ладно. Похитители протезов. Ненасытные уплётки. На новые денег не хватит. Нога-то, за что? Что это было вообще? У меня прикалывает то, что я могу делать всё так, то чпат. Ля-ля-ля-ля. Шейплесс-дримс. Бесформенные сны. А кто это у нас тут такой бесформенный? А? Прошло ночью мне приснился прекрасный сон. У меня тоже. Как я воровал у тебя духи? Она тебя сломает. Прошлое держит. Жапперта. Почувствуйте вашу вторую половинку. Устаните отношения. Верните радость в ваш брак. Разожгите пламя. Намёк, я думаю, понятен. Дорогая, я думаю, для токкаты здесь не место. Гости будут слишком сосредоточены на твоей музыке и упустят все остальное. Мы же с тобой всё-таки семья. Эта выставка она с обоих, уверен, Томас, в том же мнении. Мне кажется, нам стоит бросить токкату здесь. Люди не смогут сосредоточиться ни на чём другом, кроме твоей музыки. Она о нашей семье. Выставка. В конце-то концов. Но перевод немножко кривоватый. Мне это не очень нравится. Игасия. Какие-то дети дерутся за кусок масла, наверное. Жесть. Она тебя сломает. Я вам что, скрипка, что ли? Так. Видимо, здесь место для выставки, да? Блин, у меня болит губа. Хоба! Хе-хе-хе. Хоба! Прикольно. Так, ну... Допустим. Допустим, они прозрачны. Да хватит вибрировать, чёртов вибратор. Чё надо сделать мне? Чё от меня хотят? Чё от меня добиваются? Мне в эти картины надо что-то поставить, да? Правильно? Надо ракурс найти. Или что? Видимо, нет. А, чё такое? Вот бы кто фонарик мне дал, блин. Ни хрена ж не видно. А может, реально ракурс надо поймать? Тадыщ. Вон там чё-то горит. Наверняка здесь есть что-нибудь... Вот, скорее всего, вот эта картина и... Вот эта свечка. Ну, свечка не важна. Значит, картина. Мудрешно мужика и... Ничего не меняется. Ладно, наверное, надо отсюда выбраться. Нас, скорее всего, заперли опять. Ну, кто б сомневался. Ладно. Надо, значит, что-то придумать. Ну, что? Чёрт возьми. О. Ага. Появилась дверь. Ты уже заперта. Я понял. Надо найти что-то, что появляется, когда ты смотришь эту картину. Тут ни хрена не появляется. Эм. Странно. А как же тогда? О. О-о-о-о. Видели, 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 видели. Я так и знал. Ага. Ихе. Блин, не с той стороны. Тс. Как легко можно сломать игру. Колёчек. Так. Как два человека, когда-то врублённых, могут так сильно отдалиться друг от друга? Мой муж перестал со мной говорить. Часами напролёт сидит в своей мастерской, усердно отрабатывая одну картину за другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противно. Этот взгляд, которым он дарил меня на днях, жалкий, подлительный взгляд. Смесь ты до вины и отвращения. Я поняла, что стал чудовищем в глазах супруга. Такое не должна испытывать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне остаётся ничего... Вернее, не остаётся ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что же так тому и быть? Чё за тупая баба? С чего ты решила, что он считает тебя чудовищем, дурочка? Капец, чё за бред вообще? Сама придумала, сама обиделась. Ой, ты считаешь меня чудовищем, потому что ты на меня не так посмотрел, да? Ну я и буду тогда тебе чудовищем. Ха-ха-ха-ха. Сейчас пойду спички возьму и буду уходить тебя пугать. Ха-ха-ха. Чё за бред вообще? Чьи-то ноги. Потрясающе. О, а это вроде было в дамке, кстати. Смотри, как он тонет. Уже, мои господа, мы любезно с Юженастасием просим вас не общаться ночью на тушеных тонах. Ой, да ладно? Подумаешь, поорали пару раз. Заперто. Тем более заперто. Мой дом — это моя крепость. Пока я внутри, мне ничего не грозит. Переводчики. Ммм, грибы. Грибы, грибочки. О, тут у вас светло довольно. Подозреваю, что это ненадолго. Эх, вот бы сейчас свежести дождя. Да твою мать. Ходишь кругами. Потрясающе. У меня, кстати, кусок картины второй дали. Ходишь кругами. Ну и ладно. Может, мне нравится ходить кругами. До пристали ко мне. Сейчас как, украду у вас краску. Сейчас как охренеете все. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-ра. Так, мне надо это говно куда-то поставить. Блин, я зря, видимо, пошел по второму кругу. Здесь ничего, там ничего. Здесь ничего. Это не то. Вот оно. Блин. Я же говорил, что это ненадолго. Э. Пусто. Я чувствую себя каким-то вором-домушником. Как кисточкам визерки. Ненавижу. У меня всегда казалось, будто письма написанные. Чего-то там не успел прочитать. Ядрить. А чё как темно? Хоть в жопе ковыряйся. Дайте свет. Чё? Чё? О, свет. Озарил мою. Та-да-да-да-да. Чё, хоть крабы? Нет, это вроде обычные крабы. Та-да-да-да. Пойду обратно. А нет, не пойду. Капец, чё-то слои страха. Какая-то очень... Не атмосферная игра. Чё-то хожу. Какие-то приколы. О, сиська. О, тимушка. Помогите, меня ловит большая рыба. О, тут ещё есть. Хе-хе-хе. Хочешь отведать? Крысиный помёт. Да. Видимо, надо вырубить свет и что-то сделать. А он вообще не дёргается, кстати. О. Рыба. Не, ну так-то прикольно, конечно. Но... Но не настолько, как амнезия была прикольной. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну, а пока что... Такие... Дела. Продолжение следует... Продолжение следует...